Приветствую, друзья. Новым президентом Молдовы стала Майя Санду. Вообще-то забавно. Мне уже второй раз за короткое время приходится начинать видео со словами про нового президента. 46-м президентом США стал Джо Байден. Знаете, это неплохо звучит. Жаль, что не про Россию. Нет, в отношении России я последовательно выступаю против президентского поста как такового. Но приятен сам факт, что политики могут меняться в результате нормальных выборов, а не сидеть у власти десятилетиями. В Кремле внимательно следили за выборами в Молдове и делали ставку на действовавшего президента республики Дадона. Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц, я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах, нам удастся продолжить начатую вами работу. Участие Кремля в выборах президента Молдовы не ограничивались просто пожеланием успеха Дадону. Российские власти обвиняют часто разные страны во вмешательстве во внутренние дела независимых государств. Вот посмотрите хотя бы на это слегка истерическое заявление службы внешней разведки. Однако в администрации президента есть целое управление, которое только и занимается вмешательством в чужие дела. Нет, официально они называются управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Но деятельность этого управления настолько не совпадает с его названием, что нашему центру досье пришлось посвятить им целый цикл расследований. Возглавляет управление по межрегиональным и культурным связям генерал службы внешней разведки Владимир Чернов. Ну вот он. Среди остальных работников управления тоже много выходцев из спецслужб. Даже вот на этом фото вы можете видеть полковника Игоря Маслова, сына бывшего заместителя СВР Владимира Бочарникова. И Евгения Умеренкова, работавшего под журналистским прикрытием в США и Мексике. Сотрудники внешней разведки это неплохой состав для межрегиональных и культурных связей вы не находите. Лучше, наверное, были бы, конечно, сотрудники ГРУ, ЧПГ и Мишкин, но не получилось. Впрочем, может быть, это просто совпадение с приходом Путина к власти. Вообще сотрудникам спецслужб был дан зеленый свет по всем направлениям. Они у нас и в бизнесе, и в политике, и в спорте. Ну почему бы им не быть и в этом вот конкретно управлении. Но если посмотреть на его деятельность, то сомнения пропадают. Это не синякура для пенсионеров в погонах. Это действительно филиал спецслужб. Это управление по вмешательству в выборы в странах ближнего зарубежья. Вот справка управления на избранного президента Молдовы Майю Санту. В экспертных кругах запомнилась откровенно прозападная ориентация. Имеет тесные связи с США. Участвует в деятельности спонсируемой американцами НПО. Рассматривается Западом как один из наиболее перспективных кандидатов на пост премьер-министра. Неплохо для культурных связей, не находитесь? На Игоре Дадона, которому Путин так желал победы на выборах, справка поначалу тоже была не очень положительная. В политических кругах Молдавии Игорь Дадон пользуется репутацией неблагонадежного политика, ставившего превыше всего свои личные интересы и амбиции. Но потом эти недостатки, видимо, превратились в достоинство. И вот на Дадона в управлении по, напомню, межрегиональным и культурным связям составляется новая справка. Называется Дадон Позитив. Позитив заключается в том числе в том, что, цитирую, в интервью телеканалу Россия 24 указал на важность взвешенной внешней политики и возвращения к нормальному диалогу с РФ. Нормальный диалог с РФ – это согласие на плотную опеку кураторов из Кремля. Так, например, в феврале 2019 года, за три дня до своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Дадон передал генералу Чернову текст своей речи через российского посла в Молдове Олега Васнецова на согласование. В обмен Игорь Дадон и прочие якобы пророссийские политики Молдовы получают помощь на выборах. Помощь заключается в работе присланных из России политтехнологов. Вот они, сфотографированные журналистами издания Ресе Молдова. И в подготовке речей и слоганов. Но такое топорное вмешательство во внутреннюю политику соседней страны, конечно, не срабатывает. Игорь Дадон проигрывает президентские выборы. Проигрывает прежде всего из-за слишком очевидной зависимости от Кремля. Составленное из спецслужбистов управление продает начальству концепт мягкой силы. А на самом деле выступает филиалом службы внешней разведки с соответствующим арсеналом средств. Оперативная разработка, вербовка, агентура. И это можно увидеть не только на примере Молдовы. Управление активно пыталось влиять и на грузинскую политику. В Грузии, как и в России, кандидатам и партиям запрещено получать пожертвования от иностранных граждан и организаций. Именно поэтому топорная помощь генерала Чернова партии «Альянс патриотов Грузии» вызвала такой скандал. Вот только за подготовительные работы российский политтехнолог Михеев выставил российскому же бюджету счет на 700 тысяч долларов. Приличная сумма, но все познается в сравнении. Вот две сметы «Альянса патриотов Грузии» уже на саму избирательную кампанию. Как видите, только на сувенирку тратится 166 тысяч долларов. А всего кампания пропутинской грузинской партии стоит больше 8 миллионов. Счета на оплату «Альянс патриотов» присылает в управление Чернова. А подрядчиком по ведению кампании выступает российская же фирма «Политсикретс». Хотя, глядя на такие отзывы, даже пропутинские политики в Грузии должны были бы поостеречься этого подрядчика. Что же за 8 миллионов долларов из российского бюджета смогли придумать для грузинской партии управления генерала СВР и политтехнологической шарашки на кондоры? Ну, например, в методичке «Стратегия» в графе «Протестные настроения» читаем. Чтобы получить материальную помощь от американцев, их сторонники согласятся на эксперименты с детьми под видом раннего сексуального воспитания, развития толерантного отношения к ЛГБТ и прочее. Авторы методички достаточно откровенны, ведь они пишут, что называется, между своими. Как вам понравится глава методички «Разжигание зависти и жадности среди рядовых избирателей» или раздел «Раскол электората». И главное, как такая методичка сочетается с межрегиональными и культурными связями. Считать всех вокруг за дураков – большая ошибка. Люди обычно прекрасно понимают, кто кем является на самом деле. Миллионы вложенных долларов, хотя часть наверняка просто была украдена, подготовленные методички, даже снятые для Альянса патриотов ролики, обернулись пшиком. Партия сначала получила громкий скандал по поводу российского финансирования, многие даже требовали снять ее с выборов, а затем набрала лишь 3% голосов. Не очень достойный таких вложений результат. В результате не ладится у управления администрацией президента ни межрегиональные, ни культурные связи. То их Додон проиграет выборы, то Альянс патриотов едва набирает 3%. Тут дело даже не только в обязательной для таких структур коррупции и низкой квалификации сотрудников, хотя и то, и другое присутствует. Например, в собственности генерала Чернова мы можем обнаружить особняк на Рублевке, две большие квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. А свой отпуск руководитель управления предпочитает проводить в швейцарских Альпах. Но, тем не менее, дело, как я говорил, даже не в этом, а в неправильном целеполагании и в использовании негодных методов. А копавшиеся в секретном управлении администрацией, сотрудники спецслужб продают свою деятельность как soft power, мягкую силу. На деле их квалификации и опыта хватает лишь на работу со слабыми агентами. Soft power для них – это не продвижение русского языка и российской культуры, это не создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, а засовывание носа в чужие дела, ловленное засовывание. Причем лезут они даже не в интересах России. На самом деле речь идет об отстаивании интересов нашего автократа, его воображаемой борьбе с Западом, об отмывании денег, украденных из российского бюджета. Все помним 20 миллиардов ландроматов в той самой Молдове и тому подобном. Поэтому управление администрации президента борется, в общем-то, с абсолютно не антироссийским кандидатом в президенты Молдовы Майосанду. Поэтому поддерживает альянс патриотов Грузии. Поэтому составляет справки на действующего премьер-министра Армении Никола Пшиняна. А в Азербайджане готовит списки на вербовку. Путин заявляет о невмешательстве в дела соседних государств. На деле, помешанный на страхе бархатных революций и на борьбе с Западом Кремль, постоянно лезет в дела соседей. Причем это вовсе не отстаивание российских интересов. Кремль пытается влиять незаконными методами на внутреннюю политику стран, чью независимость в Кремле, похоже, просто не осознают, и кого рассматривают как филиалы, в частности, своих отмывочных контор. Для России, как для страны, такое вмешательство не идет в плюс. В результате мы получаем не союзников, а врагов. В Молдове не избран президент, которого продвигал в Кремль. В Грузии сотрудничество политической силы с Россией надо скрывать во избежание скандала. На примере Пашиняна в Армении было продемонстрировано, что договор АДКБ ничего не значит, что защиту союзников России Кремль ставит в зависимость от личных амбиций хозяина Кремля, который не любит политиков, лично ему не присягнувших. Ну а по Азербайджану теперь вообще ходит главный страх Путина – солдаты НАТО. Мы ведь помним, что Турция – это член НАТО. Путинские КГБшные страхи и комплексы периода холодной войны очень дорого обходятся нашей стране. Вместо нормальной внешней политики с четким и прозрачным продвижением интересов страны в недрах администрации президента создаются мутные филиалы спецслужб с нелегальными методами, непонятными источниками финансирования и противозаконными задачами, что на деле приводит их к неэффективности относительно любых целей – и публично заявленных, и подразумеваемых, а главное – к постоянному ухудшению отношений со странами-соседями. Направления внешней политики не должны определяться страхами оставшегося в глубоком прошлом полковника КГБ и его друзей по Совету Безопасности. Внешняя политика не должна реализовываться руками пенсионеров и разведчиков, не понимающих современный мир, не понимающих нормальные методы работы. И это те выводы, которые нам всем стоит сделать из расследования Центра Досье о деятельности управления межрегиональных и культурных связей администрации президента. Кстати, это расследование не закончено. Там будут и еще главы. Подписывайтесь на мой канал. И главное – установите оповещение о выходе новых видео. Счастливо вам и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok